Лето кончилось, так толком и не наступив, во всяком случае у нас. Однако, здравствуйте, с вами VJDream, всем привет! Мы продолжаем катать с вами в офигительно атмосферную нуарную игрушечку под названием Transistor. Так, давайте вспомним, на чём я там остановился, потому что я, честно говоря, не помню. Игра классная, но мне не хватает времени играть каждый день, поэтому я делаю между игрой перерывы, причём порой довольно длительные. Так, в предыдущий раз мы вроде как с вами остановились на том, что зашли в комнату босса Сибил, если я не ошибаюсь. И в этой комнате мы с вами прошли тренировочку, которая заставила нас убить за 30 секунд определённое количество мобов. А сейчас мы с вами направляемся, честно говоря, не помню куда, но надеюсь, что без проблем это мы с вами сейчас вспомним. А, всё, вот и вспомнил. Я так догадываюсь, что, наверное, сейчас какой-то босс у нас появится в этой штуке, и мы станем... А, кстати, видите, там довольно много клеток. То есть сейчас мы с вами станем, наверное, мучиться, я так думаю. Ну, давайте ударим. Чё-то мне это не нравится. Ну, ладно. Так, щит мы с вами быстренько замочили, теперь надо быстренько снять щит с клетки. А, погоди, наверное, надо эту штуку просто по-быстрому убить, чтобы они из неё не резались, потому что они резаются вот из этой вот вещицы. Так, призовём с вами другана. Этого парнишку мы с вами завербуем. Чё-то я, кстати говоря, не вижу... А, нет, вот, наш друган работает, всё хорошо. Мы с вами, в принципе, не так уж и плохо справляемся, благодаря тому, что мы можем вербовать здесь механизмы, плюс тому, что мы вызвали с вами собачку, которая помогает нам, кстати, которая довольно неплохо дамажит. Мы неплохо справляемся, реально. Так, давайте замочим скорострела, и давайте механизм сделаем своим. Погнали. Так, стой, 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 стой. Да, блин. Слушайте, они довольно умные, он и правда убегает от нас, и его приходится ловить. Что немаловажно, то есть он не просто так всякой фигней занимается, а он действительно старается выжить. Так, раз, два, готово. Ах ты ж, блин, там ещё один, между прочим, остался. Я, на самом деле, думал, что мы уже закончили с ними. Ну ладно, два удара и... Есть. На удивление, это оказалось, в принципе, довольно просто. Я думал, что это окажется куда посложнее. Так, что мы имеем? Здесь бой закончился. Давайте, наверное, смотаемся сохраниться. Здесь недалеко есть сохраняшка. Хотя, в принципе, я не замечал, чтобы в этой игре прямо так часто приходилось сохраняться. Ну да ладно. Я знаю, что нам в другую сторону, братиш, но я... Просто решил сбегать, сохраниться, поскольку это недалеко. Музыка, конечно, красивая. Ну, это я уже говорил, но я не устаю это повторять. Сейчас мы, наверное, увидим красивую кат-сцену какую-то. В этой игре мне дико доставляют кат-сцены, потому что в них музыка, опять же, потрясающая. А, нет. Кат-сценку мы с вами не увидели, но я думаю, что мы ещё не одну кат-сцену увидим здесь, в принципе. Что это такое? Вот это вот там, внизу. Нажмите Е. Мы никак не можем больше с ним взаимодействовать, но мы с ним поговорили, заметьте. Ага, а вот, значит, тот у нас дружелюбный, а этот чё-то как-то не очень, да? Давайте этого приманим к себе, чтобы он нам пока не мешал жить. А этого добьём. Отлично. Так, хорошо, теперь мы попробуем каким-то макаром добежать до него. Ах ты же, блин, заметьте, ой, как он... Он убегает, то есть держится от нас на расстоянии, специально, чтобы мы не могли до него добраться. Но он делает умно. Но не хватило ему ума для того, чтобы убежать от нашей главной героини, так что... Полно людей. Я чего-то не вижу здесь людей. О, сохранялочка. Ой, ну, конечно же, не всё так просто. Сохранялочку мы с вами увидели, но никто не даст нам так просто её взять. Меня очень сильно радует скилл копья, который нам дали. Благодаря этому скиллу мы очень нифигово справляемся со здешними обитателями, которые пытаются убить нашу главную героиню. Поскольку данный скилл очень нифигово дамажит. Я бы сказал, даже весьма нифигово. А, я наконец-таки понял, что этот сорняк делает. Этот сорняк хилит, оказывается. Я долго думал о его предназначении. Оказывается, всё довольно просто. Этот сорняк хилит мобов, которых мы пытаемся с вами убить. Но этого он уже не отхилит. Ух ты ж, ёкало мэне. А вот, оказывается, я ошибался. Вполне себе даже отхилил. Раз, два, три. Отлично. Добили. Так, извиняюсь, немножечко отвлёкся. Терминал, давайте прочитаем новости. Что у нас тут хорошего? Какого цвета ваше небо? Примите участие в организации незабываемого квартального солнцестояния, выбрав любимый цвет вечернего неба. Варианты ответа. Популярные варианты района Хайрайс. Синий кобальт. Борда? Бордо? Вообще, по идее, разве не... Ну ладно. Морская волна Охра. Хм. Ну небо, по идее, как бы, наверное, синяя. Хотя и... Борда, если я правильно понял, то это бордовый тоже смотрится довольно круто. Давайте, наверное, выберу... Ой, блин, даже не знаю. Ну давайте синий кобальт. Синий. 50% жителей выбрали синий кобальт. Спасибо за ваш отзыв. Результаты будут опубликованы через 6 дней. До солнцестояния осталось всего 27 дней. А у них разве есть солнце? Смотри-ка, однако, мы выбрали большее, самое большее количество. Ну нормально. Ну, по сути, небо же синее, правильно? Хотя бордовый свет заката тоже прикольно. Так, давайте сохранимся. И попробуем, наверное, что-то улучшить. Посмотрим, можем ли мы это вообще сделать. Уже установлено, выбрать функцию. Ну давай посмотрим, выберем функцию. Улучшим. Отлично. Мы с вами улучшили наше копье, и это хорошо. Так. Нет, это... А, ну давайте вот вдруг выберем, потому что... А, ну я не очень понял, честно говоря, как это работает. Ну ладно. Мы улучшили с вами копье, которым часто пользуемся, и это меня уже радует. Потому что копье действительно топовое. Ух ты, какие-то новенькие клеточки, между прочим. Таких я еще не видел. А, смотри-ка ты, они довольно слабые, я смотрю. Попробуем шотнуть сразу два. Отлично. Блин, между прочим, они очень быстрые, и... Шутки шутками, но они неплохо так дамажат нашу главную героиню. За счет того, что они быстрые, тяжело с ними совладать. Смотрите, кстати, наше копье теперь сразу три копья выпускает. На мой взгляд, это фактически лучший скилл, который есть на данный момент у нашей главной героини. Я должен отметить, что в этой серии музыка довольно забавная. Хорошо, что наша главная героиня во время хода бьет даже через стенки. Вот же ж, блин. Да-да-да, я стараюсь. Давайте вызовем, наверное, с вами друга. Вполне себе может помочь нам, потому что... Так, стоп. Это мы сделаем вот так. Это мы сделаем вот так. И еще вот так. Попробуем убить сразу двух сорняков. Так, наша собачка, если что, хотя бы отвлекает на себя внимание. Для нас это очень даже неплохо. Сейчас мы с вами убьем еще один сорняк. Даже два. Даже два. Я думал, честно говоря, что на второй сорняк не хватит. Кстати, должен сказать, что эту собачку очень нифигово дамажит. Правда, хороший скилл. Я доволен, что я его поставил. Нет, братиш, ты остался всего лишь один, поэтому ты особо угрозы для нас не представляешь. И, между прочим, они практически выбили из строя нашу главную героиню. И, как мы помним, она бы потеряла один из скиллов, что стало бы не очень хорошо. Уровень. Ух ты. Давайте почитаем, что у нас новенького можно взять. Так, выбрать функцию. Маск. Функция. Диверсия. Маскировка. Я помню, нам уже один раз предлагали это выбрать. Я выбрал гипноз, если я не ошибаюсь. Вместо этого маскировка пользователей усиления эффекта следующего действия. То есть, если мы с вами маскируемся, то после этого мы сможем с вами ударом из маскировки ударить сильнее. Классика такая, знаете, в ОМОРПГ есть. Повышение шанса наносимого урона, большинство функций при ударе в спину. Ну да, чистый ассасин такой. Так, а это у нас что? Взрыв по площади. У нас уже есть подобная вещица. Давайте, наверное, возьмем маскировку, потому что она иногда может стать полезна. Вполне себе. Хотя, знаете, те скиллы, что сейчас есть у меня, я ими вполне доволен. То есть, первым скиллом мы с вами добиваем щиты вблизи. Копьё вообще отлично дамажит. Мы им просто практически всегда пользуемся. Призыв друга нам помогает и отвлекать, и дамажить. Потому что собачка дамажит очень даже неплохо. И функция гипноза помогает нам отвлекать, если нам нужно вот кого-то быстро убить, и кто-то другой не мешался. Так что, в принципе, давайте возьмем маскировку. Но я, наверное, менять скиллы пока не стану. Если что, мы станем использовать их для того, чтобы улучшить наши уже имеющиеся скиллы. Кэш. Пассивные бонусы от функции. Открывает пассивный слот. Ух ты. А, мы теперь сможем с вами улучшать два слота. Я понял. То есть, теперь у нас открылся, наконец-таки, второй слот улучшения. Так, бонус к уровню пользователя 2%. При наличии процесса иногда создает две клетки. Бонус к уровню пользователя 4%. Сила атаки процесса увеличивается вдвое. Давайте, наверное, силу атаки выберем, потому что звучит хорошо. А почему тебе это не нравится? Теперь это не нравится и мне, братиш. Серьезно. Я хочу смотаться на сохранялку. Но, в принципе, они здесь довольно частые. Я просто хотел посмотреть наши новые скиллы и посмотреть, что мы с вами можем установить. Но, думаю, ничего страшного. Найдем еще сохранялку. А, вот, собственно говоря, и она. Так, посмотрим, что мы можем здесь с вами сейчас сделать. Выбрать функцию. Так. Доступен новый слот. Давайте. А почему мы не можем с вами установить? Мы можем с вами что-то установить сюда. Я так и не понял. А это что такое? Создание отражающего экрана, который поглощает урон, получаемый пользователем. Хорошо. Установка невозможной. Память заполнена. Отражающий экран восстанавливает... Восстанавливает экрана. Ладно. Давайте... Подождите. Я не понял. Серьезно. Я здесь действительно не всегда понимаю, как работают данные функции. Давайте возьмем, например, маскировку. Выбрать функцию. Мы сюда можем ее поставить? Да, можем. Давайте поставим. Почему бы и нет? Маскировка при уничтожении цели. Скорость передвижения 125%. Продолжительность 2 секунды. Установка завершена. Функция успешно установлена. Пассивный навык активен. То есть теперь у нас маскировка стала пассивна. После маскировки... После уничтожения цели у нас маскировка включается. Получается так, что ли? И каждый раз мы с вами потом станем получать дополнительный урон? Если это так, то это очень круто. Так, ограничители новое. Давайте посмотрим, что у нас здесь. При уничтожении процесс создает защитные клетки. Бонус к уровню пользователя 2%. Силы атаки процесса увеличиваются вдвое. Давайте вот это изучим. Или я чего-то не так понял. Так, ну хорошо. Давайте, наверное, вот это использовать. Вроде как нормально. Вроде как теперь работает. Хорошо. Я тоже готов. Ё-моё. Согласен, согласен, согласен. Хорошо, что я понял, что есть такая функция при нажатии икью. Наша главная героиня прыгает. Нифига себе, чего мы только что увидели. Надеюсь, нам не придется с ними драться, потому что я не сильно уверен, что такое количество мы сможем с вами убить. Во всяком случае, и сейчас. Наша главная героиня прокачивается, и рано или поздно, наверное, она даже такое количество сможет убить. Продолжение следует... Ну, арно, атмосфера крута в этой игре, серьезно. Ребята умеют передать. Тест на стойкость. Давайте пройдем, посмотрим, получится ли у нас. Нам, видимо, открылась новая дверь. Обдумана идей одна. Я так и не понял, для чего мы с вами набиваем этот мячик, но я так понял, что это просто так. Он вообще ни на что не влияет. Нора, подойдите ближе к бродящей процессу. Это же наша собачка, которую мы можем с вами призывать. Прикольно. Нажмите Space LR для смены композиции. А, это я знаю. Теперь хотя бы в мячике есть смысл. Мы теперь можем с вами играться вместе с этой собачкой. На заднем фоне отпадная песня. Давайте с вами обдумаем еще одну идейку. Я, правда, не очень понимаю, для чего это, но, наверное, это что-то... На что-то влияет. Процесс. Я думал, что я только хотел тебя. Я хочу всю страну. Я просто решил подождать припев. Ой, извиняюсь. Потому что, конечно, классно звучит музыка в этой игре. Реально. Так, ну что, давайте пройдем с вами тест на стойкость. Посмотрим, что это такое. Тест на планирование. Подождите, это я уже делал. Давайте пройдем новенький тогда тестик. Это получается здесь... А, это тест на скорость. Блин. Ну ладно, попробуем пройти его. Хотя я хотел пройти новое. В принципе, наверное, что-то это нам хорошее додаст. Предыдущий, на самом деле, мы прошли крайне тяжело. Какой-то новый скилл у нас появился. Я такого даже не видел. Даже не знаю, на что он способен. Ну, пройдем, не пройдем. Попробуем. Уничтожьте процесс за 48 секунд. Между прочим, я... Не сказал бы, что я сильно знаю, как работают скиллы, которые нам дали. А, то есть это у нас, смотрите, это у нас мина получается, да? Ух ты. Если верить тому, что мы сейчас видим, то взорвутся абсолютно все клетки вокруг нас. Какой хороший АОЕшный сил. Единственное, что он долгий. То есть, как бы, без приколов, этот скилл весьма долгий, потому что она просто кидает мину. Но мина довольно мощная. Что у нас осталось? У нас осталось, в принципе, не так уж и много соперников. Я бы даже сказал, что, наверное, конкретно этот тест на скорость проще, чем первый. Либо я уже немножечко подучился играть, потому что первый мы с вами прошли впритык, а этот... Довольно просто. Доступна композиция. В принципе, я так понимаю, что эти тесты просто открывают нам новые композиции. Но это, наверное, не так уж и плохо. Они потом играют в игре, и композиции в этой игре реально классные. Да, действительно, еще лучше. Давайте теперь пройдем новый тест. Тест на стойкость. Посмотрим, что нас тут ждет. На планирование, точнее. Даже так. Уничтожьте процесс за один ход. Ух ты ж, Йокал, МНН. Серьезно? Раз. Два. Три. Оу. Ха-ха-ха-ха-ха. Серьезно? А как можно уничтожить его за один ход, если у нас всего четыре раза можно использовать, но при этом... Ну, давайте попробуем, но я уже вижу, что... Серьезно, подождите, а как можно использовать? Нет, стоп, стоп, стоп. Мне даже стало интересно. А-а-а, погодите-ка, у меня появилась одна хорошая идея. Давайте попробуем сделать вот так и сделать вот так. Нет, не работает, серьезно? А если встать чуть-чуть поровнее? Потом, например, пойти... Ну, положим вот сюда. Нет, наверное, последний ход отменим. Давайте вот так. А-а-а. А знаете, я просто думал, что я смогу шотнуть сразу двоих. Ну, давайте еще разок попробуем. Но я должен сказать, что это не так уж и просто, потому что что-то у меня нету идей на то, как можно использовать... Как можно за один ход это все сделать? Подожди, почему ты не хочешь стать как-то немножечко поровнее? Вот так, например, да. Так, хорошо, это получилось. Давайте тогда встанем вот сюда поровнее. Нет, девочка моя, давай немножечко поровнее, давай. Ну, попробуем, хорошо, вот так. Отлично, мы с вами справились. Немножечко затупили, но по итогу у нас получилось все довольно неплохо. И узнали с вами то, что они все-таки шотаются через друг дружку. Это очень полезно. И открыли с вами новую композицию. Неплохо, мне понравился тест на планирование, серьезно. Я вначале... Ну, я сразу не подумал о том, что можно сделать вот так, просто встав между ними, чтобы луч прошел насквозь через первого. Так, ну что, пойдем дальше, потому что тесты, конечно, штука хорошая, но они дают нам лишь композиции. Композиции в этой игре и правда классные, но они никак не влияют на сам процесс игры, но на атмосферу разве что. Хотя это немало, когда в игре хорошая и красивая атмосфера, то и играть в нее приятнее. Ух ты ж, ё-моё. Между прочим, у нас большие проблемы, потому что мы с вами сейчас... Даже не знаю, как... Давайте, наверное, сделаем вот так. Этого завербуем и этого завербуем. И просто дойдем до сюда. Ой. Я на самом деле хотел... А, кстати, они, заметьте, дамажат даже своих друзей. Я хотел дойти туда, а она просто кинула гипноз. Я случайно не заметил, что я неправильно поставил скилл. Но ничего страшного. А, она защищает ее, да? То есть последний я лучше ход отменю. Поехали. Так, ну не страшно. У нас уже осталось на один щит меньше. В принципе, без проблем. Без щита, я думаю, у нас особо проблем не возникнет, чтобы убить этих ребят. Поехали. Так, кстати говоря, надо бы призвать, наверное, друга к нам. Потому что... Очень даже сильно друг помогает нам. Блин. А у нас, однако, все довольно фигово с нашими жизнями, серьезно. Да, мы с вами тем временем потеряли копье. Это не очень-то хорошо на самом деле. Ладно, ладно. Давайте это завербуем. И попробуем добить его. Завербовал я его для того, чтобы, опять же, мы могли для него дойти без приключений. Иначе они довольно больно дамажат, я должен сказать. Сделаем тогда вот так. И нашим единственным скиллом дамажившим добьем этого робота. А, то есть, пока он за нас, мы даже дамажить его не можем, но ничего страшного. Так. Кстати, я должен отметить, что вот этот скилл, который есть у нас, то бишь, нашей главной героине, в нем есть один большой плюс. Когда мы с вами делаем ход, мы можем делать крайне много раз удар этим скиллом во время хода. Он хоть и не сильно дамажный, но за счет того, что мы можем с вами его использовать очень много раз, он может нанести довольно большой ДПС по сопернику. Это действительно классно. Так что в этом скилле есть довольно большие плюсы, если честно. Но копье и собачка мне нравятся гораздо больше. Они действительно дамажат соперника. Да и скилл гипноза на самом деле довольно часто помогает мне выживать. Если бы я не отвлекал соперников, стало бы гораздо-гораздо хуже. Единственное, что я хочу попробовать все-таки поставить сюда, наверное, скилл маскировки. Так, нет, погоди. Кстати... Шомер Шесберг. Шомер Шесберг. Биография. Шомер Шесберг. Шомер Шесберг. трюки комедия причина выбора все носят маски правда же статус следа интеграция выполнена что такое статус следа так как мне сделать выбрать функцию давайте не да я нет хотел я хотел вот этот скилл выбрать а то есть он установлен в тот слот а как тогда его убрать из этого слота удалить установку хорошо вот сюда тогда мы поставим вот этот гипноз пока что а вместо гипноза поставим маскировку и временно вместо копья поскольку у нас к сожалению копье сейчас недоступно поставим с вами вот эту ауешку а нет подождите это уешка у нас стоит на давайте по хардкору тогда попробуем без попробуем без копья без одного скилла пройти ну ладно хотя это станет порой наверное тяжело траеверсон холл исчез администрация не в силах объяснить внезапное исчезновение исторической достопримечательности в код в квартале high-rise изменчивый фасад траеверсон холла может быть безвозвратно утерян независимые источники сообщают что здание полностью исчезла на терминале 100 на 100 соседних кварталов объявлен статус оффлайн идет расследование о ир и администрация проводит тщательный обыск окрестностей целое здание пропало серьезно давайте оставим комментарий если вы читаете это сообщение и находитесь рядом с отправился нам бегите оттуда понятно ну да там целая гора роботов которую мы с вами видели так начались проблемы поскольку у нас с вами нету никаких скиллов а под защитой да что 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 почему стоп все довольно неплохо мы нормально справились мы убили с вами щит это действительно неплохо и меня действительно радует что этот скилл можно использовать так много раз это действительно помогает так сделаем маскировочку поскольку нам сейчас крайне тяжело приходится об вызвали с вами собачку собачка поможет нам отвлечь этих ребят так что мы с вами имеем по идее до сюда мы с вами сможем достать попробуем добить его я даже не знаю что теперь делать честно говоря потому что у нас с вами большие большие проблемы ну ладно может я сделал конечно неправильно то что пошел без одного скилла ну попробуем тяжелее интереснее получается так чтобы нам сейчас с вами убить давайте попробуем убить вот этого скорострела так я очень извиняюсь что немножечко стал молчать просто я тут сижу и try hardy пытаясь пройти все это учитывая то что у нас осталось всего лишь два скилла маскировка и обычный удар а вот теперь вот я вообще не знаю что мы с вами станет делать средства ну что хотел хардкор получил хардкор кстати говоря эту артерийскую установку довольно тяжело догнать смотрите она бегает от нас довольно сильно и дамажит она нас тоже довольно мощно но мы поймали его это меня радует самую большую проблему нам составлял как раз таки этот довольно дамажущий робот которого мы с вами убили обалдеть да это действительно довольно тяжело мы с вами прошли и умудрились даже выжить но если бы нас еще один раз убили мы бы с вами проиграли потому что у нас осталось всего лишь одно деление как только все деление закончится и наша главная героиня потеряет все скиллы она проигрывает то бишь умирает конечно с одним скиллом и скорее всего уже ни с кем не справимся поэтому наверное стоит хотя бы вот нашу единственную ячейку которая открылась который раньше стояла копье поставить хоть какой-то скилл я не знаю что камерона хочет сделать с нашим городом надо догадываюсь что ничего хорошего и я бы хотел найти сохранялку серьезно для того чтобы установить еще один скилл мне нужно найти сохранялку я надеюсь что сейчас наконец-таки нам покажут какую-то интересную кат-сцену хотя не обязательно но тем не менее кат-сцена в этой игре мне нравится были жалко не показали но я вижу сохранялку и отлично это меня в данный момент действительно радует выбрать функцию давайте поставим ее вот сюда мы вернули с вами наше копье это хорошо так тогда выберем еще ауешку поставим ее вот сюда и выберем а этот скилл у нас стоит на пассиве эти два недоступны в данный момент тогда выберем еще это уешку и поставим вот сюда все четыре скилла у нас есть это не так уж и плохо это конечно не те скиллы которыми я пользуюсь обычно но мы вернули с вами копье и у нас есть две ауешки у нас нет скиллов отвлекания и прочего то бишь маскировки но надеюсь мы справимся красивущая музыка на заднем фоне отпад мелодия гитары в нуаре это круто так тихо 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 подождите у нас с вами есть копье что-то мне нравится как это скилл используется здесь давайте тогда так сделаем макка смотрите эти клетки стоят под щитами если мы не успеем их взять и сломать пока не по читам то они превратятся в этих роботов а нам это совсем не всем ох блин ребята а я бы сказал что это довольно тяжело делать на самом деле потому что они довольно быстро превращаются и количество роботов становится все больше и больше чем больше роботов тем больше мы потеряем как хорошо что я успел сделать скилл и если бы у нас сейчас остался всего лишь один скилл то наверное нам бы пришлось очень тяжело хотя конечно по факту я сейчас использую только этот скилл который у нас и остался но наши героини смогут убить скажем так три раза перед тем как мы совсем откинемся а без скиллов всего лишь один напоминаю что чем больше скиллов чем больше жизни у нашей главной героини как бы это странно не звучало так нет ну наверно даже ход мы никакой использовать не станем в принципе у нас остался всего один робот надеюсь они больше не появятся мы с вами справились даже без потерь это очень круто на самом деле довольно легкие бои здесь я должен сказать хоть и кажутся простыми но порой они действительно доставляют в плане сложности я имею ввиду то что здесь действительно приходится подумать и попотеть чем меньше у вас остается скиллов тем тяжелее вам драться добро пожаловать домой я так понимаю здесь мы раньше жили так я смогу поменять какой-то скилл у нас с вами вернулся между прочим друг это очень здорово так нет изучить функцию нам не надо мы уже читали давайте выберем функцию и сюда мы установим с вами вот этому удалим а это мы установим здесь мы нет нет вот сюда мы сделаем вот так четвертую клеточку поставим это в третью поставим вот это выбрать функцию ой господи это сделано все довольно странно на самом деле но ладно надеюсь что я все делаю правильно так установить теперь возьмем с вами какой скилл мы еще не использовали вот этот вроде скилл мы еще не использовали а мы не можем улучшить а почему ну ладно во всяком случае я вернул все скиллы которыми я чаще всего пользуюсь и это меня радует потому что скилл эти мне понравились и я привык к ним даже скилл маскировки действительно тогда нас спас ух ты стей стей а подождите я хотел вызвать скилл друга вообще-то а не давайте поможем наши сап подождите она убила нашу собачку всего лишь за пару ударов то есть наша собачка уже мертва блин серьезно я на самом деле рассчитывал на то что наша собачка с нами проживет подольше но довольно быстро к сожалению были нашу собачку ничего страшного давайте вызовем еще одно благо у нас они весьма бесконечно смотрите собачка бывает сорняки всего лишь за два удара это правда круто бонусы ограничители 6 процент ой у нас по вот этот скилл ребята вот этот скилл мина магнетизм притягивает цели к пользователю действует сильнее против отдаленных целей возможность для большинства функций притягивать цели класс вот эта штука мне понравилась предыдущий раз я думаю мы сейчас с вами посмотрим или этот скилл выберем или этот что дает этот скилл скорость эффективность кинетические заряды вылетающие с большой скорости по прямой траектории смотрите это аналог нашего копья которым мы пользуемся но зачем нам брать еще одно копье когда у нас есть наше копье она довольно сильно дамажит уменьшение стоимости планирования хода и увеличение скорости атаки большинства функций полезная штука в слоте улучшения но давайте наверное возьмем этот скилл потому что мне действительно нравится возможность большинство целей притягивать цели я просто помню как этот скилл хорошо дамажил абсолютно все когда мы с вами проходили обучение точнее не обучение тестировку открывать второй слот улучшения для активного слота да вот сюда мы поставим здесь у нас стоит наше копье и мы улучшим с вами наше копье еще сильнее клетки возразиваются в виде процесса значительно быстрее пользуясь 3 доступ к 6 или более ячейкам памяти возможность удаления функции давайте вот это выберем а где-то у нас есть сохранял кого-то сохранял к просто я хочу посмотреть какие функции теперь нам стали доступны и улучшит наше копье так что мы с вами можем удалить мы с вами можем удалить ой блин на самом деле мне нравятся абсолютно все скиллы которые сейчас есть у нашей главной героини но выберем функцию наверное и мы можем с вами удалить вот эту функцию между прочим должен заметить что мы сейчас удалили нашу главную героиню red потому что скилл который я сейчас удалил в описании идет как наша главная героиня но попробуем походить так поскольку вот этот скилл который я поставил он очень дамажно и если не понравится то мы с вами можем его поменять обратно а этот скилл в эффекте улучшения дает возможность для большинства функции оглушать и повышать уязвимость цели кстати говоря это весьма неплохо ой нет я хотел выбрать функцию да а теперь я хочу улучшить функцию как мне ее улучшить так это я уже изучал как же все это сделано странно серьезно установить я не хотел устанавливать я хотел всего лишь улучшить так выбрать функцию улучшить вот наконец-то я улучшил функцию и теперь мы с вами можем еще и делать цели более уязвимыми однако так подождите эффект усиления возможность использовать большинство функций во время восстановления хода я хочу просто копьё еще улучшить давайте посмотрим что здесь присвоение эффекта цепной реакции большинству функций а здесь у нас что взаимодействие большинство функций более эффективного результата хорошая штука на самом деле так это я читал по моему читал но она у нас уже вроде бы стоит в улучшении выбрать функцию улучшить улучшим тем что есть на данный момент в принципе хуже от этого точно не станет и попробуем еще ограничители посмотреть что у нас здесь клетки выраждаются да это я взял давайте используем это мы с вами изучали они теперь станут появляться гораздо медленнее из маленьких клеток это нам очень даже может помочь и того мы с вами имеем новый скилл и мы его даже улучшили посмотрим что он из себя представляет но мы с вами уже видели и он действительно неплохо дамажил реально неплохо заметьте мы можем с вами пойти сюда можем с вами пойти в терминал который в принципе там и нужно давайте заскочим ненадолго почему бы и нет лучший вид в городе ну еще бы он стал голодным учитывая то что он сейчас превратился в меч я думаю что наша главная героиня возвращаться сюда уже не собирается от терминал тем временем давайте заскочим посмотрим что у нас есть и его сразу кстати говоря даже не заметил процесс занял 66 процентов территории клауд банка необъяснимые нападения вызвали массовые переселения жителей по всему городу процесс я так понимаю это что-то типа вирусов данной вселенной скажем так я могу ошибаться но по-моему это так на данный момент недоступна вся западная часть клауд банка центральная администрация предлагает все усилия чтобы содержать сдержать угрозу и переместить жителей в безопасные зоны количество жертв неизвестно однако число сообщения о пропавших людях превысило 100 тысяч к моменту написания этого сообщения власти не признают что им было заранее известно об эпидемии и признают и призывают граждан как можно быстрее двигаться в восточные районы и регистрировать заявление на переселение в местных терминалах овц давайте оставим комментарии слышит ли меня хоть кто-нибудь комментарий отправлен так ну что ребята наверно следующий раз мы уже используем данные скиллы посмотрим что он у себя представляет поскольку мы вроде как с вами сохранились хотят честно я в этом не уверен давайте сделаем так давайте дойдем до терминала то мы сейчас с вами видели ох не нравится мне это ребята ох не нравится поэтому давайте наверное сейчас мы с вами закончим и следующей серии вместе узнаем что произойдет далее я так и не понял что мы сейчас только что с вами увидели но меч нашей главной героини стал светиться красным и она вроде как не может больше общаться с этим мечом но все ребята надеюсь вам понравилась данная серия данной офигительной реально очень атмосферной игрушки надеюсь реально понравилось так что ставьте лайки делитесь друзьями комментируйте вам не сложно нажать два клика на подписку и поставить лайк а мне всегда приятно всем ребята удачки всем счастливо покедова